Значит, да, recording and progress, продолжаем. Так, давайте начнем вот с этого интерактива и краткое содержание предыдущих серий. Повтор, значит, да, напоминаю, все, кто есть, напишите, пожалуйста, в чате имя, фамилию. Вот, отметьте, что вы пришли на лекцию. Значит, интерактив давайте сделаем следующим образом. Все же знают, да, что это такое, что это за банан приклеенный к стене. Плюс-минус поставьте, пожалуйста, в чате. Александр, вы знаете? Да, но не помню, как называется. Я тоже не помню, как называется. Помню этот хайп. Прикольно было. Кто мужчина? Ну, ладно, короче, да, тут вот плюсы-плюсы я вижу, поэтому, в принципе, все знают. Да, значит, Маурицо Кателан, я не помню, как правильно произносится фамилия, итальянский скульптор, очень клевый, мне он очень нравится, чудесный вообще парень. Вот, значит, это было пару лет назад. Выставка то ли в Базилии, то ли в Майами, то ли выставка продажа, что-то такое. Короче, он приклеил банан к стене, значит, и продал его, если я ничего не путаю, по-моему, за 120 тысяч долларов. Значит, его купило два частных лица и один музей, то есть три раза за этот банан заплатили по 120 тысяч долларов. Скажите мне, пожалуйста, что купили люди? У нас с вами пак по экономике, мы говорим про экономику, скажите мне, что люди купили? Вот такой вам интерактив. Они купили образ Капитал, визуальный. О, этот, как этот имиджевый Капитал? Ээээ? Чё? Как называется вот этот Капитал, который связан с имиджем у Собчак? Символический, социальный? Да, символический Капитал. Вот. Они купили такой вот Капитал. Нет, что конкретно они купили? Что конкретно они купили? Посмотрите, они ведь не купили бананы скотча. Сам факт озвучивания того, что они купили этот банан. Нет, они купили конкретную вещь. Но при этом они не купили бананы скотча. Что они купили? Идею банана, приклеенного к стене? Нет. Есть варианты еще? У нас все. Хорошо. Они купили право собственности. Они купили сертификат, который подтверждает, что вот это произведение искусства принадлежит им. Вы этого не знаете, потому что вы в это не погружены. Потому что вы ходите в магазин, покупаете бананы, покупаете скотч, покупаете картошку. Вы заплатили деньги, заплатили 100 рублей. Вот вам килограмм картошки. Заплатили 100 рублей. Вот вам килограмм банана. Для вас экономика выглядит примерно вот таким образом. Это нормальное состояние. Но я вам говорил на прошлой лекции, что начиная с 80-х годов экономика начинает финансиализироваться. Ну как бы начинает и бог бы с ней. С одной стороны. Какое это имеет отношение к натуральной нашей с вами жизни? Вот такое это имеет отношение к натуральной нашей с вами жизни. Значит, вы этого не знаете, но большинство произведений искусства, не только современного, но и вообще любого, и старые мастера, давайте так, искусство, которое существует сейчас, не потерянное, а вообще существующее как таковое. Не висит на стенах музеев и не висит на стенах квартир, домов и так далее, и так далее, и так далее. Большинство искусства, существующее сейчас, находится в хранилищах. Швейцарские какие-нибудь подземные бункеры. Значит, если вы смотрели фильм Нолана, то вот помните, там часть действия происходит на складе, который находится в аэропорту, где, значит, там что? Что? Нет, про NFT не будет. Значит, склад в аэропорту, где хранятся произведения искусства, потому что, значит, их надо растамаживать, нужно оплачивать налоги. Вот это, в общем, достаточно большие деньги, поэтому, соответственно, их держат вот на этих аэропортных складах. Короче, в большинстве случаев искусство лежит где-то на складе. Оно не висит у людей в домах, которые их купили, оно не висит в музеях, оно, значит, где-нибудь в пещерах и так далее, и так далее, и так далее, скрыто от глаз вообще кого бы то ни было. При этом это искусство продается и покупается совершенно спокойно. Значит, люди могут продать картину, скульптуру, что-нибудь. Значит, один человек продает это другому человеку, при этом сама картина, скульптура не покидает того места, где она находится. Просто где-то в реестре, где-то в журнале переписывают. Раньше это принадлежало Иванову, теперь это принадлежит Петрову. Когда мы с вами говорим о том, что экономика финансиализируется, нужно понимать следующее. Вот это то же самое, что мы с вами... Это примерно та же самая мысль, которую мы обсуждаем на протяжении всех лекций. Как вот язык — это воздух, которым мы дышим, и, соответственно, мы выстраиваем мир вокруг нас, точно так же экономика — это тоже язык, и мы им тоже дышим, и мы все вокруг себя выстраиваем в таком же примерно ключе. И, соответственно, вот эти финансовые маневры, которые присутствуют на рынке, например, акций и деривативов, их можно протягивать в разные и другие места тоже, в том числе, например, на искусство. И то, что сделал Маурицо Каталани, это непосредственно вот это и есть вещь. Он предложил финансовый инструмент для искусства NFT, если уж вам так интересно, это развитие этой темы по большому счету. Но вот в данном случае Маурицо Каталан был первым, и он был первым, кто, скажем так, работает, что называется, со старыми еще материалами, скажем так. NFT все-таки все в интернете, а здесь у тебя прям в том или ином виде скульптура у тебя существует. Вот это то, что нужно в некотором смысле держать в голове, когда мы говорим с вами о современном мире, и когда мы с вами говорим о том, что экономика финансиализируется все больше и больше, как в случае с комодификацией, все больше и больше вещей становится, инструментализируется при помощи финансовой экономики. Это так, чтобы настроить немножко взгляд на последнюю лекцию. Значит, еще одна вещь, которую мне сегодня хочется с вами немножко обсудить, перед тем, как мы непосредственно перейдем к нашей невероятной теме про неравенство. Теорию базисной надстройки Маркса. У Маркса есть его замечательная теория базисной надстройки тоже. Давайте еще один маленький интерактив, пока к нам люди присоединяются. Скажите мне, пожалуйста, чем дорический ордер отличается от ионического и от коринского? Плюсы-минусы. О, Мария знает. Мария, расскажите нам. Ну, дорический самый низкий, самый пузатый. И у него круглые, ну, круглые капители. Навершия. Ионический, тот, что нарисован сейчас, то есть такими рожками. Это валюта называется? И коринский имеет листья. Все правильно, да, все правильно. А почему у нас, грубо говоря, есть три разных варианта? Для красоты ли это? И какой в этом смысл? Знаете, не знаете? Ну, по-моему, они из разных культур? Нет, нет. Нет, они все примерно из одного. Это за то, что они надстраиваются рук над руком. То есть, вначале идет... Я сейчас покатаю классовость, классовость, классовость. Спасибо, Мария. Александр всех прервал опять. Будем надеяться, что ему стыдно. Смотрите, значит, называется ордер, эта вся история называется ордер, не просто так. Когда греки строили свои здания, это мы с вами сегодня обладаем технологиями, можем строить здания прям хоть с крыши. Но греки, когда строили здания, они их строили непосредственно, так сказать, от фундамента. Ордер – это порядок сборки здания на самом деле. У различного рода ордеров есть различного рода свойства, которые влияют на то, как здание будет выглядеть. Значит, действительно, да, дорический – это самый простой, маленькая, невысокая колонна с такой круглой, с таким блином наверху. Значит, ионический с валютами, коринфский с пальмовыми листьями или, скажем такими, корзинами и прочее. Это красивый такой. Значит, смысл буквально следующий. Вы, когда начинаете строить здания, вот вы разравниваете площадку, кладете стопу. Если вы кладете очень определенную стопу, на эту определенную стопу вы можете положить, поставить только определенную колонну. То есть если у вас стопа под дорическую колонну, у вас там будет дорическая колонна. Если у вас дорическая колонна, то у вас, соответственно, она вся дорическая, от самого низа до самого верха, она у вас дорическая, но если она дорическая, то у вас, соответственно, перекрытия, на которые ставится крыша, они у вас будут очень определенные, только вот такие и никакие другие. И, соответственно, крыша, которая будет у вас на здании, она будет там либо вот условно плоская, либо треугольная, либо круглая, либо какая-нибудь еще, но она будет очень специфическая. Под каждую крышу конкретно свое перекрытие, свои ордера. И, соответственно, когда древний грек, например, шел по городу, он видел различного рода ордера и понимал, какое здание перед ним. В случае с дорическими, например, это могло быть жилое здание, что-то простое, не специфическое. А в случае, например, с Каринским ордером, где у вас наверху пальмовые листья, то это наверняка административное здание или какой-нибудь храм. Вот теория базиса и надстройки, то есть какая у вас основа, такая у вас и крыша, а какая у вас крыша, такое у вас и здание, непосредственно его функции. Вот теория базисной надстройки Маркса звучит и выражает буквально следующее. Какая у вас экономическая ситуация, такая у вас и культура. Грубо говоря, мы сегодня будем говорить с вами про 80-е, поэтому начинаем говорить про 80-е уже прямо сейчас. Много просто будем говорить про 80-е. Грубо говоря, вот у нас с вами 80-е. 80-е это момент, когда с одной стороны закончилось славное 30-летие, начались первые экономические кризисы. В 71-м, по-моему, сталилитейный или нефтяной кризис, в 73-м или сталилитейный или нефтяной. Я их путаю, какой из них какой. К 80-м годам накапливается некоторое количество проблем в экономике. И мы с вами видим, как эти проблемы в экономике выливаются в определенную культуру. Грубо говоря, значит, с одной стороны у нас появляется новый класс рантье, о нем чуть позже сегодня поговорим, и новый класс богатых людей. И у нас появляется сладкоголосая попса типа Арабесок или группы Абба. С другой стороны, у нас есть кризис, который в том числе выражается в высоком уровне безработицы. И у нас появляются группы типа Sex Pistols, к примеру. А с третьей стороны, у нас с вами есть то, что называется Тетчер, Тетчеризм, Рейгономика. И у нас есть некоторое количество остаточных явлений, которые выражаются в рок-волне 70-х от группы Queen до группы Scorpions, Winds of Change. И рок может изменить мир. Это на Западе. У нас много заказчиков, и у каждого заказчиков, у нас много заказчиков в смысле много слушателей. У нас есть люди, которые слушают Абу, есть люди, которые слушают Sex Pistols. И Sex Pistols выражает их представление о том, что происходит в мире. Они через демонстративное прослушивание Sex Pistols высказывают свою политическую... Это их политическое высказывание. И так далее, и так далее, и так далее. Много заказчиков. А, например, если мы посмотрим на восток, у нас там есть Советский Союз. А в Советском Союзе один заказчик государства, там больше заказчиков нет. И поэтому в Советском Союзе есть только одна певица, это Алла Пугачева. Алла Пугачева на протяжении 70-х, 80-х, 90-х и даже немножко 2000-х главная певица всех времен народов. И поет она всего два типа песен. Либо про тяжелую женскую долю, про то, что вот, ну, типа старинные часы еще идут. Или про то, что все будет очень хорошо. Знаешь, все еще будет. Здравствуйте, Максим. Спасибо, что написали. Все, кто не написали, напишите. Значит, собственно, об этом говорит Маркс. Маркс говорит о том, что экономическая ситуация, грубо говоря, тот, кто спонсирует, тот, кто заказывает музыку, он выбирает ту музыку, которая ему, в общем-то, близка. И наша культура полностью зависит от того, какая у нас экономическая ситуация. Нам эта теория базисов и надстройки понадобится в будущем, потому что во время, в эпоху постмодерна она немножко переворачивается. Но в целом это хороший взгляд на то, как смотреть на культуру. Это хороший способ на нее смотреть. И сегодня мы тоже об этом будем немножко разговаривать еще, ко всему прочему. Начинаем мы с вами вот с этого человека. Я сегодня, как его зовут, Василий Уткин, я сегодня в Берете, и это неспроста. Значит, это Тома Пикетти. У него есть вот такая толстая книга, которая называется «Капитал в 21 веке». Он там в предисловии пишет о том, что хотел назвать книгу «Капитал», но такая книга уже есть, поэтому пришлось ее назвать «Капитал в 21 веке». Французский ученый Тома Пикетти, несколько лет назад вышла вот такая книга. Он, собственно, запустил огромную волну разговора о неравенстве по всему миру. Некоторое время назад это была очень модная тема, про нее разговаривали вообще все, кому не лень. Сейчас тема, скажем так, ушла с поверхности, но она никуда не делась. Тема неравенства все еще актуальна. Значит, он какой-то очень супер-вундеркинд, он в 25 лет уже защитил 15 докторских. Вот такую толстую книгу написал, короче. Очень рекомендую прочитать, но вы, скорее всего, ее не прочитаете. Она большая, толстая и для экономистов в некотором смысле. Вот хотя книга хорошая. Значит, о чем, собственно, речь? О чем говорит вся эта история про неравенство? Начнем вот с такой вещи. Значит, как вы помните, на прошлой лекции мы об этом с вами говорили. У нас есть Аристотель, который говорит, что экономика – это порядок в доме. Ну, помните, да, экономика – это, собственно, есть хозяин дома, который следит за тем, чтобы там лошади были накормлены, дети были научены, слуги, значит, работали, рабы работали, валы пахали. В общем, чтобы все было, тут подвезли, тут увезли, в общем, все работает как часы. Это, в общем, как бы с точки зрения Аристотеля, это и есть экономика. Потом у нас появляется Адам Смит, который пишет свою вот эту книгу, как вы помните, да, там «Богатство народов». И он задается, в общем-то, главным экономическим вопросом. Экономика в некотором смысле, вот как у любой науки есть большой вопрос, экономика задается большим вопросом. Он спрашивает, а как вот вообще-то посчитать, богатые люди живут в этой стране? Вот страна богатая или бедная? Как это сделать? То есть, если бы мы были с вами социологами, мы бы пошли на улицу и спросили бы людей, люди, вы считаете, что мы богатая страна или бедная? И социологи бы там, люди бы ответили, сказали, да, нет, мне нормально. И из этого бы сделали какие-то выводы. А экономисты, они не социологи, они говорят, а давайте просто посчитаем. Давайте сядем и посчитаем. Вот мы сядем сейчас, все посчитаем и выясним, сколько конкретно чего у нас есть. И из этого сделаем все выводы. Нам вот, что там люди думают неинтересно, нам интересно непосредственно цифровать. Циферками, нам циферки нужны. Есть несколько способов посчитать, богатые страны или бедные. Опять-таки, смотрите, в случае, когда вы хозяин в доме, вы можете так или иначе все отследить. Но в случае с экономикой, например, с экономикой страны, да, как вообще понять, что экономика работает или не работает? Вот если главное определение экономики – это все работает, да, как понять, что работает или не работает в стране? Например, узнать, богатеют люди или не богатеют, вообще узнать, как они живут. Если вы видите, что у вас от года к году люди приобретают все больше и больше товаров, вы понимаете, что у вас люди богатеют. Если вы видите, что от года к году люди, там, не знаю, залезают во все большие долги и кредиты, вы понимаете, что что-то не так с экономикой. Собственно, как посчитать, что происходит? Есть множество способов. Есть, например, способ это посчитать в ВВП непосредственно, в внутренний валовый продукт. Вы берете и считаете все, что было произведено на протяжении там какого-то определенного периода, ну, года, да, у вас в стране. Вот, собственно, вы произвели такое-то количество товаров, такое-то количество табуреток, такое-то количество молотков, такое-то количество дизайнеров выпустили из высшей школы экономики. Вот. Неплохой способ, его используют, но у него есть проблема. Значит, вы выпускаете, вы взяли и выпустили за год 300 тысяч, не знаю, каких-нибудь плугов, при помощи которых пашут на лошадях, например, да. Круто, вы выпустили 300 тысяч, проблема в том, что эти 300 тысяч никто не купит, их никто и не купил. То есть, как бы, с одной стороны, экономика что-то производит, но это нафиг никому не нужно. Так, в принципе, работает оборонный заказ. Но имейте в виду, что когда, например, говорят, что вот мы там выпустили 300 тысяч танков, к примеру, у танков есть одна проблема. Если вы их выпустили и они стоят ржавеют, то есть вы запустили деньги в экономику, вы заказали, чтобы вам сталь подвезли, не знаю, что еще, какое-то оборудование к ним подвезли, да, там, значит, прочее, прочее, прочее. Без войны танки бессмысленные, они стоят, ржавеют. То есть, с одной стороны, это способ подстегивать экономику, это способ считать, что ваша экономика работает, но, с другой стороны, вам нужно потом как-то вообще-то эти танки либо кому-то продать, кто будет их использовать, да, или хотя бы они пусть у них тогда ржавеют, продали их, либо как-то запустить, ну, непосредственно как-то их использовать, чтобы они не ржавели, потому что склады надо освобождать. Что делает Томас Пикетти? Томас Пикетти говорит, а давайте посмотрим на национальный капитал. Другой способ, можно посчитать, сколько мы произвели, а есть еще способ посчитать, а сколько вообще всего у нас есть, что такое национальный капитал? Ну, вот наша страна, любая страна, она состоит не из, не знаю, чистого поля, да, у нас есть дома, в которых живут люди, у нас есть торговые центры, куда люди ходят, у нас есть дороги, аэропорты, железнодорожные вокзалы и вообще железные дороги как таковые, всякая разная такая шляпа. И, соответственно, мы можем вот это все дело сложить, а потом, например, разделить на всех людей и сказать, это еще один способ посчитать, богатая страна или небогатая, а потом разделить и сказать, вот смотрите, на одного человека приходится, например, в России приходится тысяча долларов. Да, вот если мы завтра продадим Россию компанией Apple, нам каждому раздадут по тысячам. Прикольно, прикольно. А потом мы возьмем, например, и посчитаем ту же Францию и выясним, что во Франции в абсолюте или в процентах нас это не интересует, мы можем пересчитать в разных этих, но вот мы выясним, что во Франции, например, на одного человека приходится две тысячи долларов. И, соответственно, мы понимаем, мы можем уже сравнить, у нас уже есть какая-то база для сравнения. Мы можем сказать, кто богаче, кто беднее. Мы вот так все страны можем посчитать и найти какой-нибудь общий эквивалент, грубо говоря. Вот. Но есть проблема. Проблема заключается в том, что у нас национальный капитал распределен неравномерно вообще-то. Ну, то есть у кого-то есть квартира, да, у кого-то есть машина, у кого-то есть завод. Кому-то принадлежит огромное здание торгового центра, кому-то не принадлежит ничего. Я с точки зрения экономистов вообще-то человек абсолютно нищий, потому что у меня ни квартиры, ни машины, ни дачи, нет ничего вообще. То есть я бомж, у меня и прописки нет на самом деле. Вот. А у кого-то это все есть. И вот эти вот вещи, они на самом деле распределены очень неравномерно. Кому-то там, кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше. И в этом месте у нас возникает, собственно, разговор о неравенстве. Потому что мы понимаем с вами, что вот это распределение, оно, ну, понятно, что там в разных, в конкретном случае может быть очень конкретная какая-то история. Но сам факт того, что кому-то что-то принадлежит больше, кому-то что-то, кому-то меньше, кому-то больше принадлежит, кому-то меньше принадлежит, он тоже может нам показать, насколько богатая перед нами страна, насколько богатые перед нами люди или насколько они бедные. Значит, обычно неравенства измеряются коэффициентом джини. Вот вы, если будете смотреть телевизор, вам будут говорить там про неравенство, вам, скорее всего, скажут про коэффициент джини. И был такой итальянский экономист, работал еще при Муссолини. Карадо джини, он начал первым считать вот эту историю про неравенство. И вот, собственно, ввел вот этот коэффициент джини. Коэффициент джини обычно, значит, измеряется, ну, либо от нуля до единицы, например, говорят, коэффициент джини 0,6 или коэффициент джини 0,2. Или там в 100% то же самое, да, то есть, ну, такой вот, как там, не в абсолюте, а вот в процентном соотношении. Что это значит? Смотрите, когда, ой, когда, например, говорят, что коэффициент джини 60% или 0,6, да, значит, традиционно экономисты делят все общество, чтобы им было удобнее это все считать, делят, я это говорил на прошлой лекции, делят все общество на три группы. 10% самых богатых, 40% среднего класса, 50% самых бедных. И коэффициент джини рассчитывается вот по соотношению 10 к 90. То есть, когда говорят, что коэффициент джини 0,6 или вот, как, например, здесь на карте, которую сделал Всемирный банк в 18-м году, да, 60, там, 64,9. Это, например, это то же самое, там до сотни это все доходит, то есть не больше сотни. Когда говорят, что, например, коэффициент джини 6, это означает, что 10% самых богатых людей принадлежит 60% национального капитала. Все здания, все пароходы, газеты, заводы, торговые центры, да, 60% всего этого принадлежит 10% самых богатых людей в стране. Это означает, в свою очередь, потому что национальный капитал не резиновый, страна не растягиваемая. У нас вот эта штука у нас ограничена, национальный капитал ограничен. У вас больше зданий может появиться, только если вы их построите, они из воздуха не возьмутся. Это не приложение для Apple какого-нибудь или чего-нибудь такого. Это означает, что 90% остальных людей, на них распределяется 40% национального капитала. То есть, вообще-то они очень бедные. 60% национального капитала, 60% всех зданий, всех заводов, всех пароходов принадлежит 10% самых богатых, а 90% владеют всем остальным. Если 90% владеют 10% национального капитала, 20% национального капитала, это очень-очень-очень бедные люди. Вот эта карта репрезентует нам уровень неравенства в 2018 году, по мнению, по данным Всемирного банка. Она составлена как раз вот, ну плюс-минус, понятно, что Карадо Джинни при Муссолини работал. С тех пор расчеты были как-то улучшены, изменены. Но в целом и у Карадо Джинни, и на это нам указывает непосредственно сам Тома Пикетти. Есть проблема с расчетами, потому что эти расчеты не учитывают. Это всегда сложная история, потому что экономика сложно устроенная штука. Эти расчеты не все учитывают. В случае с Россией, например, здесь вот Россия, да, она у нас примерно, ну 40%, да, так нет, наверное, даже 35-39 вот такого зеленого оттенка Россия. В чем проблема? В России на самом деле неравенство гораздо выше. Но вот когда Всемирный банк рассчитывает неравенство в России, он рассчитывает его, исходя из мысли, что есть государственные компании. Он их не вносит, то есть государственные компании автоматически как бы принадлежат всем людям. Они рассчитываются на всех людей сразу. Сейчас чуть позже объясню всю эту историю. Проблема в том, что в России государственные компании не принадлежат всем людям сразу, они принадлежат конкретным людям. И они их используют как частные компании. Но они называются государственными, это ничего не значит. История про тысячу семей, которая владеет Россией, это история про, собственно, коэффициент Gini примерно 0.9. Понятно с этим, да? Ставьте плюсики. Я буду так периодически вас спрашивать, мы будем переходить от точки к точке. С коэффициентом Gini, с историей про то, как все это выглядит. Важно объяснить маленькую такую. Вот Мария написала плюс-минус. Мария, что-то непонятное есть? Ну нет, но я немножко рада. Хорошо, давайте продолжим. Я не поняла. Давайте продолжим, если у вас будут вопросы ближе к концу. Я сейчас попробую все объяснить. Я хотел в самом начале сказать, забыл, скажу вот сейчас. Значит, смотрите, неравенство, штука следующая. Есть неравенство здорового человека, но мы живем в обществе, в котором неравенство присутствует. Это нормальная вообще-то вещь. Кто-то всегда будет богаче, кто-то всегда будет умнее, кто-то всегда будет красивее, удачливее, успешнее. Это нормальная история. А есть неравенство курильщика. И вот это неравенство курильщика, вот об этом мы сегодня говорим, собственно. И это неравенство курильщика, у него есть большие проблемы и большие последствия с социальной, с политической и с экономической точки зрения для, условно, тех, кто не относится к этим 10% самых богатых людей. Значит, что делает, давайте здесь остановимся, что делает Тома Пикетти, когда начинает свое исследование по неравенству в мире? Хотя давайте вот уже сюда перейдем непосредственно. Давайте здесь, на этом слайде. Он говорит следующее. Смотрите, значит, чтобы понять, как выглядит неравенство в мире, можно сделать буквально следующее. Значит, у нас есть с вами, ну, люди разные, люди традиционно скрывают, сколько у них денег, они не очень любят, когда вы их кашлятся, там всем рассказывают, что вот у этого столько-то миллионов, у этого столько-то миллионов, люди это скрывают. Тома Пикетти предлагает очень простой способ посмотреть, как выглядит неравенство в современном мире. Он говорит, а давайте возьмем все налоговые декларации, ну, не все налоговые декларации, а только те налоговые декларации, которые заполняются в тот момент, когда наследство переходит от поколения к поколению. Это единственный, в большинстве случаев, это единственный раз, когда человек уплачивает очень определенный налог. Во всех странах при определенном уровне наследства, если ваше наследство там превышает какой-то определенный порог, вы должны заплатить определенный налог. Вы не интересуете, что конкретно принадлежит человеку, какой завод, какой пароход, какая газета, какой торговый центр. Но вы через вот этот налог и через знание, какой процент человек должен был заплатить со своего наследства, вы можете высчитать, какое количество капитала переходит из одних рук в другие руки. В некотором смысле вы можете посчитать, вот это вот, сколько всего вот этого национального капитала принадлежит этим 10% самых богатых людей. А вот и повисло видео. Графиков. Я вам их буду сегодня показывать. Вы повисали ненадолго. На каком месте? Ну, буквально там секунду за пять только продолжили. Про наследство. Там Апики взял все вот эти налоговые декларации, в которых люди платили налоги в момент перехода наследства, сложил их все в Excel и построил графики. Я вам сейчас про них буду рассказывать. Значит, и сделал некоторое количество выводов очень интересных. Собственно, три вывода, которые для нас не нужно иметь в виду, когда мы с вами говорим о неравенстве. Значит, капитал растет быстрее, чем экономика. Это вывод номер один. Что это означает? Если вы, значит, наследник большого наследства такого-нибудь, там несколько десятков миллионов, не знаю, чего-нибудь такого. Если вы не полный идиот, а если вы полный идиот, то вас подключают к степому трассу, чтобы вы не могли растратить свое наследство. Если вы не полный идиот и не сжигаете наследство на покупку Феррари, яхт и поездки в Лас-Вегас, то, скорее всего, вы будете вкладывать свои деньги в какие-нибудь доходные предприятия. Вы будете их вкладывать в акции, вы будете покупать, вы будете их инвестировать в производство, вы будете делать еще что-нибудь. Вложение в акции, вложение инвестиций в производство и так далее. Работа с капиталом будет приносить больше дохода, чем если вы эти деньги положите в банк. Вот у меня деньги лежат в банке, они лежат условно там под, сейчас, по-моему, типа 3 с чем-то процента у меня в банке. Это очень низкий процент, потому что даже официальная инфляция в прошлом году была 4 процента, сейчас она уже больше. То есть, соответственно, я там положил в банк 100 рублей в следующем году, и я на эти 100 рублей могу сегодня купить 2 булочки. В следующем году у меня будет не 100 рублей, а 97 рублей, и я смогу купить полторы булочки вместо двух, а может быть даже одну. То есть, вложение денег в банк и расчет на то, что с экономической точки зрения что-то произойдет в мою пользу, неправильная стратегия, которая ни к чему хорошему, она не сохраняет деньги. А вот люди, у которых есть капитал, у них, соответственно, есть, если они сами в этом не разбираются, и если у них нет хороших советчиков, и если у них нет, они могут нанять человека, который сделает так, что их капитал будет расти быстрее, чем экономика. Капитал всегда растет быстрее, чем экономика. То есть, соответственно, богатый... Правила Матфея, к которому мы тоже будем возвращаться, к богатым прибавится, у нищих отнимется еще и то, что было. Дальше. Капитал склонен концентрироваться. Соответственно, если ваши наследники идиоты, да, и все сожгли быстренько к чертовой матери, вас по дешевке, ваше наследство, ваши заводы, пароходы, которые вы строили всю свою жизнь, оставили своим детям, а дети их проиграли в карты, заберет кто-то, кто будет управлять ими лучше. И, соответственно, раньше у человека был один завод, он на заводе заработал некоторое количество денег, купил по дешевке второй завод, теперь у него два завода вместо одного завода и так далее, и так далее, и так далее. Капитал имеет склонность концентрироваться, люди получают доход, вкладывают этот доход, инвестируют в другое производство, в акции, различного рода активы, в искусствах то же самое, искусство тоже растет, это консервативный актив, но вполне себе, если вы хотите сохранить деньги, покупаете Пикассо и будет вам счастье, Пикассо в цене не упадет, вот, и так далее, и так далее. И третья вещь, то, что капитал наследуется. Было бы неплохо, если бы после смерти богатого человека его состояние распределялось поровну между всеми жителями страны. Это было бы справедливо в некотором смысле, но мы живем не в таком справедливом обществе, мы живем в обществе, в котором действительно люди оставляют свои деньги не благотворительным фондам, не, там, в большинстве случаев, опять-таки, да, не приходским школам и так далее, не государству, они оставляют это своим детям. И если их дети не идиоты, дети продолжают работать, дети вкладывают деньги в производство, дети инвестируют, их капитал точно так же растет быстрее, чем экономика, концентрируется в их руках и так далее, и так далее, и так далее. Богатые люди, 10% самых богатых людей с каждым годом становится все богаче. При этом есть еще одна маленькая проблема, значит, если есть, грубо говоря, капитал, то вы в некотором смысле, ну, вы зависите от того, растет экономика или не растет экономика, да, если экономика на подъеме, вы вкладываете деньги, но если экономика падает, вы из этого рынка уходите, вы, не знаю, продаете акции, да, компании, которая падает, идете в тот рынок, где компания, где акции, а я человек, у которого нет акций Tesla, у которого не купил в 85-м году акции Apple, и, соответственно, я завишу от экономики. Если экономика растет, растет моя зарплата, растет моя платежеспособность, растут мои возможности, но если экономика падает, у меня, как у человека, у которого нет возможности переходить из экономики в экономику, я, соответственно, падаю вместе с ней. Если моя экономика, экономика моей страны начинает вести себя болезненно, то, соответственно, и моя зарплата падает, моя покупательская платежеспособность падает и так далее, и так далее, и так далее. Вот, это проблема. Значит, у меня есть два вот этих графика, вот этот график и вот этот график. Графики взяты непосредственно из книги Томаса Спикетти. Это график неравенства за последние 100 лет. Значит, собственно, что сделал Томаса Спикетти? Он взял все налоговые декларации, где люди платили налог именно во время перехода наследства от отцов к детям, значит, и построил график на основе, сколько конкретно 10% самых богатых людей принадлежит, доля национального капитала принадлежит им непосредственно в тот или иной период. Эти налоговые декларации в разных странах собирались в разных периодах. Во Франции они собирались примерно 150 лет. Там хорошие данные, там много данных. В Германии, например, они собирались примерно 75 лет. Так или иначе, за последние 100 лет, за 20 век, у нас есть данные о том, как капитал переходил из рук в руки, как капитал наследовался, как капитал концентрировался, что с ним происходило. У нас есть мировые прям данные. Он, собственно, вот это вот, это то, что он сделал. Он собрал вот эту непосредственно вот эти данные, загрузил их в Excel и получил вот такие вот графики. Значит, о чем нам повествует вот этот график? Здесь у нас представлены Соединенные Штаты и Европа. Вы видите, как в 10, в 900, ну, в нулевых годах, в начале века, в Европе уровень неравенства был больше 45%. Это означает, что 10% самых богатых людей, живущих в Европе, владели 45% национального капитала европейского. Ну и, соответственно, 90% владели 55%. Значит, и США, которая начинает с 40%, да, потом с десятых по 20% поднимается к 45%. Что происходит в разные периоды? Смотрите, это на самом деле такая, ну, хороший график. Я буду к нему периодически обращаться. Я буду говорить вам, вспомните, пожалуйста, у-образную кривую. Вот это вот она и есть. Это у-образная кривая роста, падения и очередного роста неравенства в мире. Значит, смотрите, вот у нас с вами 90-й год, да, уровень неравенства в Европе 45%. Дальше у нас Первая мировая война в Европе, уровень неравенства снижается до 40%. Потом у нас с вами плюс-минус некое затишье с 20-го по 30-е, да. С 30-х годов у нас там мировой кризис, вы помните, с этим. Я не завис, я пытаюсь вспомнить. Американская депрессия. Потом у нас, значит, Вторая мировая война. И потом у нас вот такая вот очень пологая 50-е, 60-е, 70-е. Это то, что, вот это вот и называется 50-е, 60-е, 70-е, это то, что называется славное 30-летие, когда уровень неравенства снизился до 30% практически, вы видите, да. И потом снова начинается рост. Здесь у нас сравнение между двумя странами, а здесь у нас больше точек, но это конкретно график по США. Здесь видно, как, значит, с десятых по 20-е, значит, там и по 30-е, в принципе, все растет. Потом у нас есть наша, как ее, Велико-Американская депрессия. Вот, потом у нас Вторая мировая война. И потом то же самое у нас есть такой пологий, пологое такое движение. И потом снова начинается рост. И если мы посмотрим с вами, да, вот прям у нас видны кризисы, где обваливается, там, кризис 2008 года обваливается, да, кризис 2002 года у нас обваливается. И потом снова происходит рост. Там Апики Ти говорит буквально следующее. Он говорит, что проблема современного мира заключается в том, что мы сейчас приближаемся, в США это особенно видно, в Европе, если вы посмотрите, Европа в этом смысле более социально обустроена, но в США это видно особенно сильно. Мы приближаемся к уровням неравенства, которые были до Первой мировой войны. Это неправильно, это плохие уровни, потому что в этот момент, когда у вас условно 50% национального капитала в руках людей, а мы, напомнить, что условно в 900-м году и в 2000-м году на планете народу вообще-то живет. Вот, в 900-м году было поменьше. И, соответственно, как бы работаю? Мне пишут, что у меня интернет не работает. Подлагивает чуть-чуть, но в целом понятно. Ну, мы поняли. Мысль ясна, да? Вы, если что, пишите, останавливайте, потому что тут с интернетом могут быть проблемы. Короче, мысль этого графика буквально следующая. Да, значит, у нас с вами... А, и еще, вот, что, собственно, здесь происходит. Откуда берется вот это... Откуда берется вот это падение? Когда у вас начинается война, у вас, ну, противник, да, он не то чтобы там сильно собирается убивать людей. Люди, это в некотором смысле убийство людей, это в некотором смысле побочный эффект. Во время войны пытаются разбомбить непосредственно производство. Это более важная часть. Если вы лишите страну заводов, опять-таки, которые производят хлеб, самолеты и что там они производят, газеты, да, то вы, соответственно, ну, в некотором смысле выиграете. И вот это, вот эти вот разрушенные заводы, да, это и есть вот этот национальный капитал. Этот национальный капитал не передается по наследству. То есть до этого завод хлебобулочный, там, не знаю, парашютостроительный и так далее, он кому-то принадлежал. И он должен был перейти по наследству. Но когда его разбомбили, он никому по наследству не перешел. Здесь есть важный момент. Смотрите, у нас есть Первая мировая война, в которую сжигается часть национального капитала, который никому не переходит, люди его не наследуют. Потом у нас есть Великая американская депрессия, которая тоже, в общем и целом, не способствует росту экономики. А потом у нас есть с вами, вот у нас Великая американская депрессия. А потом у нас с вами Вторая мировая война, в которой происходит то же самое. Откуда берется славное 30-летие? Значит, у вас после войны, это особенно хорошо видно на американских фильмах, опять-таки тоже 50-х годов, вот этот энтузиазм. И когда Трамп говорит «Make America great again», он говорит про Америку 50-х годов. Потому что у вас ровно после войны, словно в 45-м году, в США и в Европу начинают возвращаться молодые люди, которые выжили, которые пережили войну. Они в большинстве случаев молодые. Они ничего не получат, у них не будет никакого наследства, и они об этом знают, они в курсе, что у них не будет никакого наследства. И они начинают активно и много работать. Они заводят семьи, они рожают детей. Бэйби-бумеры непосредственно поколения, одно из самых многочисленных поколений, это именно дети тех, кто вернулся с войны. Они активно работают, они активно производят, они активно строят новую жизнь, и они полны надежды. Они пережили такую дикую бойню, что теперь, они говорят, никакой войны больше никогда не будет. Мы будем жить, значит, и все у нас будет хорошо. И в этот момент у нас начинается общество производства вот в том виде массового производства, в том виде, в котором мы его сегодня понимаем. К 80-м годам у нас будут проблемы. Мы доберемся... Трамп по факту пообещал раздолбать держателей кептал и заставить нищих пахать. Господи боже, какой ужас. Ну, в принципе, это тоже про 50-е где-то. Ну, вот, в общем, по факту, если он хотел такое же экономическое состояние, как 50-е добиться, такого неравенства, убрать так неравенство, то, видимо, он это предполагал. Судя по вашим словам. То есть он не думал, что это так можно сделать, но он не знал, что это можно только так сделать. Иди, тут вот какая вещь. 50-е – это время надежды. Это самое главное в его обращении – это то, что 50-е – это было время надежды, когда мы будем прям жить. Вот теперь у нас все будет только хорошо. Никаких... Ну, то есть после Второй мировой войны была большая вот эта вот история про то, что никогда больше войны не будет. Ни при каких условиях. Нет, нет, ни за что. Потому что мы пережили такую бойню, мы это никогда повторять не будем. Невероген, что называется. И вот это время надежды, оно выражалось в том, что люди много работали, были уверены в завтрашние дни, рожали детей и так далее, и так далее, и так далее. Была еще одна вещь, очень важная для нас с вами, которая объясняет... Смотрите, я вам показываю этот график не просто так. Здесь видно, как уровень неравенства очень сильно снизился. То есть у нас вот здесь вот, начиная 50-е, 60-е, 70-е, вплоть до 80-е, где рост снова начинается, у нас здесь было социальное государство. Когда у богатых... Ну, то есть им принадлежало не все, а у большинства... А вот этот вот национальный капитал был распределен по всему, так сказать, пирогу. Всем людям что-то досталось. У кого-то был большой дом, у кого-то был большой дом и две машины, у кого-то было два дома, один здесь, второй дача или там квартира в городе. Но так или иначе, вот этот рост, он присутствовал. Откуда вообще все это взялось? В конце войны, ну не в конце войны, после войны, был введен так называемый патриотический налог. Во Франции он два года составлял почти 100%. Что такое патриотический налог? У вас булочная, завод по производству шарикоподшипников, делаете в столярной мастерской, которая производит стулья, столы и таблетки. Значит, после уплаты всех налогов, всех зарплат, всех там электричества, амортизационные вещи, значит, закупка материалов, у вас остается чистый доход, маржа. Вся маржа, все 100% отдавались в пользу государству. Государство конфисковывало полностью 100% дохода. В течение двух лет во Франции, но этот налог был на самом деле очень высоким по всему миру. И в Англии он составлял там, не знаю, 80%, и в США он составлял 70%. Это был очень высокий налог. И эти налоги шли на восстановление государства. У вас, как у бизнесмена, было только два шанса, два пути, две возможности избежать такого высокого налога. Первое. Вы должны были что-то улучшить непосредственно для своих рабочих, отправить их на курсы повышения квалификации, значит, сделать им, построить им новую неожиданную столовую, запустить какую-нибудь новую программу социального страхования, построить детский сад для детей своих рабочих. Это одна история. И тогда вот эти деньги не облагались налогом, но ваш завод начинал приносить больше денег. Вторая возможность, которая предусматривалась государством, это когда вы вкладывали деньги непосредственно в производство. Вы инвестировали деньги в research and development design. Короче, в исследовании. И если мы с вами посмотрим на 50-е и 60-е, как развивалась фантастика в 50-е и 60-е, вспомните, большинство фантастических романов, типа условного Айзека Азимова и так далее, классических сегодняшних современных романов, вера в то, что мы полетим, космическая Одиссея 2001 года выходит в 67-м году. Роман выходит чуть раньше. Мы верили, что к 2001 году мы уже колонизируем Луну и начнем смотреть, как нам долететь до Юпитера. Это вот эта история. Опять-таки, а в 60-е годы у нас первые люди летят в космос, высаживаются на Луну. Это вот эта история. Они вкладывали очень большие деньги в исследование, потому что эти деньги не облагались налогом. Вот. Что у нас случается в 70-е, 80-е? А, подождите. Давайте здесь проговорим, что случается в 70-е, 80-е. Значит, в 70-е начинаются первые кризисы. Эта экономика начинает звоить. Она сбоит по разным причинам. Одна из этих причин выглядит следующим. Ну, во-первых, смотрите, во-первых, значит, первая причина, почему экономика начинает сбоить, выглядит следующим образом. Если вы купили себе холодильник, второй холодильник вам не нужен. Вы купили себе один автомобиль, вы купили жене автомобиль, вы уже там старшему сыну купили автомобиль. Четвертый автомобиль у вас уже в гараж не вмещается. Общество производства не резиновое. Общество массового производства. Оно производит, 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 но в какой-то момент, в общем, как бы основные вот эти вот все нужды, они уже у всех удовлетворены. И нужно придумывать что-то новое. И начиная где-то с 60-х годов, с первой выставки Andy Warhol, когда у нас начинается постмодерн, у нас общество массового производства переходит в общество массового потребления. И в этот момент начинается маркетинг, который говорит, вот этот холодильник лучше, потому что у него внутри играет музыкальная мелодия Майкла Джексона. Ваши дети будут рады. Извините. Первая вещь. Вторая вещь выглядит следующим образом. Что начинает сбоить? Ну и, собственно, это приводит к некоторому количеству кризисов. Появляется, собственно, сталелитейный кризис, происходит нефтяной кризис. Что такое нефтяной кризис 73-го года, чтобы вы понимали? Эта нефть подорожала, по-моему, с 2 долларов до 4 или до 5. Но это настолько сильно отразилось на экономике, что это было шоковое состояние. На самом деле люди, в общем, в целом не ожидали, что такое может быть. В этот момент к власти приходит, в США приходит Рейган, начинается Рейганомика, а в Англии приходит Маргарет Тэтчер. И они пытаются эти кризисные явления решить так, как они пытаются решить. Они делают буквально следующее. Они начинают потихонечку снижать вот этот патриотический налог, который был введен. То есть, грубо говоря, мысль следующая. Значит, вы платите, значит, налог вот этот вот, который вы платите, почти 80%. Вы ничего не можете на самом деле себе. Богатые люди 50-х, 60-х годов, богатые, действительно богатые люди, не могут позволить себе частный самолет, потому что это слишком дорого. Они не так, чтобы прям сильно покупают бриллианты. Это очень дорого. И это, ко всему прочему, облагается еще и высокими налогами. То есть, просто владеть частным самолетом нужно быть очень богатым человеком, сверхбогатым человеком. А значит, когда в власти приходят Рейган и Тэтчер, они, глядывая, так сказать, они решают запустить экономику следующим способом. Они начинают постепенно снижать вот этот вот налог, который государство ввело, и с тех пор сильно его не уменьшало. Мысль следующая. Во Франции вы платите, не знаю, там 80% с каждых 100 заработанных долларов, а мы, англичане, приглашаем вас к себе и говорим, становитесь нашими налоговыми резидентами, будете платить у нас не 80 долларов, например, с каждой сотни, а 60. Удобно? Удобно, круто, круто. Предполагалось, в тот момент предполагалось, что люди, ну, действительно, французские или американские бизнесмены, они переедут в Англию, и вот эти деньги, которые они сэкономили на налогах, они их будут вкладывать, инвестировать в производство, будут запускать новые заводы, создавать рабочие места и так далее. Но проблема заключается в том, что к этому моменту у нас уже плюс-минус хорошо разработана финансовая экономика и хорошо разработаны финансовые инструменты. В этот момент у нас уже биржи работают так, как они работают сегодня. Экономика уже финансиализировалась. И вот эти люди, которые переехали действительно в США и в Англию, из Франции или откуда-нибудь еще, они не вкладывают деньги в производство, и они не вкладывают деньги в исследования. Они берут эти свободные деньги и идут с ними на биржи. Они их вкладывают в финансовые инструменты. Ничего, вот эти вот ваши рабочие, вот эти вот, да, значит, там вот эти вот, которые там вот это вот, они ничего не получают. Получают исключительно финансисты. В этот момент у нас появляется третий тип сверхбогатых людей. Все три типа – это рантье. Рантье – это главная проблема современной экономики. Люди, которые получают доход, это то, что называется пассивный доход, да, вы купили квартиру и сдаете ее. Вы в некотором смысле рантье. До 2014 года у нас был целый класс рантье. Вам от бабушки досталась квартира на Арбате, вы ее сдали за 150 тысяч долларов и уехали, и живете на Бали, к примеру. А в 2014 году это все закончилось, и в журнале Forbes написали замечательную статью, значит, как вот закончился, собственно, класс рантье в России. Люди с печальными лицами возвращались с Бали, там, со всяких этих своих, где они 10 лет загорали, ничего. А сейчас они про поток рассказывают вам непосредственно и про эти, как-то открываю, что они там открывают, денежный марафон. Вот это вот, собственно, эти самые люди. Короче, в 80-е годы появляется третий тип сверхбогатых людей. Производители – это те, кто непосредственно владеют заводами. Это понятно, да, то есть вы организовали предприятие, вы зарабатываете деньги. Нормально. Их наследники – те, кому по наследству перешло какой-то капитал. Неважно, занимаются они этим самым, продолжают они производить, или там управляет кто-то другой, значит, они просто получают пассивный доход, но вот они тоже присутствуют. Это второй тип сверхбогатых людей. И появляются топ-менеджеры. Когда вот эти самые люди, у которых появились свободные деньги, пошли на биржу, они выяснили, что биржа работает по определенным законам. И они наняли непосредственно людей, которые эти законы знают. Это непосредственно вот эти все брокеры, биржевые маклеры и так далее, и так далее, и так далее. Это люди, которые отучились в институтах, которые умеют, они приходят на биржу с 10 долларами, возвращаются с 10 миллионами, они вкладывают деньги в эти деривативы, понимают, чем деривативы отличаются от недеривативов, от облигаций, у кого какой доход, чего, куда, кому, зачем и почему. И вот эти люди становятся третьим типом сверхбогатых людей. Это топ-менеджеры. Когда мы сегодня с вами читаем, например, какие-нибудь новости, банк обанкротился, и его директору выплатили золотой парашют 250 миллиардов долларов. И он увольняется, но очень грустный, но вот с золотым парашютом. Это вот непосредственно вот эти люди. Топ-менеджеры, которые умеют зарабатывать деньги на бирже. Они появляются в 80-х годах. Там надо, ну, по датам, там на самом деле видно, как в 70-е, значит, отменяется у нас золотой стандарт, меняется некоторое количество законов, которые ограничивали банковскую деятельность. Банк может быть либо инвестиционным, либо кредитным, значит, так далее, так далее. И постепенно в 70-е это все отменяется, отменяется, отменяется. И в 80-е машина уже начинает работать в полную силу. Понятно? Я что-то говорю? Все живы еще? Более-менее ясно, откуда у них у всех берется, так скажем, пассивный доход. Ну, плюс-минус, как мы поняли. Вообще рантье что такое? А, ну, ну, про рантье-то, мне кажется, да, это понятно. Ненависят люди. Коммунист Александров. Нет, я не коммунист. Но я социально ориентированный. И, конечно, я очень завидую. Это да. Это завидую. В чем, собственно, проблема вот этого экономического неравенства, этого неравенства курильщикам? Значит, это мысль, которую приводит непосредственно. То есть, смотрите, опять-таки, да, ну, неравенство и неравенство. Есть богатые люди. Они есть. Мы можем им завидовать, можем им не завидовать. Вообще, как, собственно, там, например, тот же Андрей Мовчан говорит, да, он говорит, что неравенство вообще-то полезная штука. Когда вы видите, что кто-то лучше вас, кто-то тратит деньги интереснее, чем вы, кто-то куда-то поехал, кто-то вот что-то купил и так далее, и так далее, и так далее, это в некотором смысле подстегивает вас работать больше. Это подстегивает, это должно подстегивать вас зарабатывать больше, добиваться большего. Неравенство – вещь хорошая. Оно вообще-то двигает экономику. То есть, если у вас есть перед глазами пример успешного человека, вы думаете, почему он добился, я не могу, я ничем не хуже. И двигаетесь, и работаете, да, и чего-то добиваетесь. Это хорошо. Это неравенство нормального человека. Вот Екатерина тут подсказывает. В чем проблема неравенства курильщика? Непосредственно Тома Пикетти приводит такой пример. Он говорит, что Роман Бальзака отец горел. Значит, это роман про 19 век. 19 век – это общество чудовищного неравенства, невероятного. То есть, это прям 90% всего национального капитала принадлежит 10% самых богатых людей. О чем Роман отец горел? Человек, молодой человек по имени Ватрен. Он на фотографии. Вот это Ватрен, вот это Бальзак. Не путайте. Худой Ватрен, толстый Бальзак. Значит, молодой человек по имени Ватрен приезжает в Париж и хочет сделать карьеру юриста. Он из обедневшего аристократического рода. Значит, он живет в какой-то богодельне, где, собственно, знакомится посредством с отцом Горио. Отец Горио, значит, в свое время поднялся на каких-то макаронах или что-то такое. Короче, заработал много денег. Выдал трех своих старших, ну, не старших, трех своих дочерей удачно замуж. Очень с хорошим приданным. Они вышли прекрасно замуж. А потом что-то у него случилось, и он очень сильно обанкротился. Дочери сказали, извини, конечно, нам, бедные родственники, не нужны. Мы тебя, никто его, короче, к себе не взял. Никто его не поддержал ни деньгами, ни чем. И, в общем, он доживает свои дни в этой же богодельне, непосредственно, где живет молодой человек по имени Ватрен. Значит, Ватрен хочет стать юристом. Хочется на юриста, стать юристом, заработать много денег. 19 век, юрист и вполне престижная профессия. Он в этой богодельне встречается с еще одним молодым человеком. Я благополучно не помню, как его зовут. Значит, этот молодой человек говорит ему буквально следующее. Он ему объясняет, как работает неравенство в 19 веке, социальное неравенство, в чем его проблема. Он ему говорит, смотри, даже если ты выучишься на юриста, и потом будешь много и упорно работать, то есть ты, во-первых, лет 40 тебе еще нужно будет, чтобы добиться того статуса, который есть сейчас. Вот есть 10, в Париже есть 10 самых высокооплачиваемых юристов, например. Тебе придется очень-очень много работать и придется съесть пуд соли для того, чтобы добраться до вот этих самых топов. И вообще-то это на самом деле не факт, потому что в Париже много студентов, все юристы, все хотели бы того же самого, что и ты. У тебя очень высокая конкуренция, имей это в виду. Но, говорит он, этот вот молодой человек, есть другой способ стать условно богатым и успешным. Ты можешь жениться богатой, но некрасивой наследницей. И твой годовой доход прямо сейчас, вот ты сейчас женишься на этой девушке, она богатая, но не очень красивая. Ты на ней женишься, твой годовой доход все равно будет больше, прямо сейчас он будет больше, чем даже когда ты станешь одним из 10 самых высокооплачиваемых юристов Парижа. Просто сам факт того, что ты женишься на этом капитале, он сделает тебя непосредственно богатым. Вот ты добьешься всего. После этого, после того, как ты женился, можешь там, хочешь юристом, хочешь художником, можешь вообще ничего не делать. Вот у тебя будет пассивный доход, ты будешь рантье. Но до этого тебе нужно сделать вот такое дело. И там еще, собственно, была одна проблема. Девушка была не прямой наследницей, у нее был старший брат. Старшего брата нужно было убить. И вот этот молодой человек, он, собственно, Ватрену-то и предложил, что давай, мол, типа, я старшего брата убью, ты женишься на некрасивой наследнице, а я за это буду получать тоже какой-то пассивный доход в течение всей своей жизни. Очень удобно. Ватрен от этого, естественно, отказался. Вот, потому что он герой Бальзака, а не вообще Александр. Вот. Но важно понять вот какую вещь. Вот норма тема, на чем он не согласился. Александр, вы в куче, да, что мы пишем это все, да? Я не всерьез, да, 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 я не всерьез. Ну, вообще норма темы. Вы понимаете, проблема заключается в том, что мы сейчас, скорее всего, оказываемся именно в этой ситуации, когда в некотором смысле это единственный способ продвинуться по социальной лестнице, жениться на богатой, но некрасивой девушке. В чем, собственно, проблема вот этого неравенства курильщиков? Во-первых, оно порождает бедность. Именно вот когда у вас капитал концентрируется, передается по наследству, растет быстрее, чем экономика, вне зависимости от того, растет экономика или не растет, вот это неравенство порождает бедность. Как капитал передается, как богатство наследуется, так и бедность наследуется. Помимо того, что бедность является одним из ключевых причин проблем со здоровьем и преждевременной смертностью, бедность пускает все процессы. Вы постоянно находитесь в стрессе, вы постоянно находитесь в состоянии поиска денег, поиска еды, чем я буду питаться завтра, на что я, как я заплачу завтра за квартиру, что, соответственно, отражается на вашем иммунитете, что, соответственно, приводит к проблемам со здоровьем и к ранней смертности. Это, ко всему прочему, приводит и к повышению криминальности в обществе. Грубо говоря, бедность порождает домашнее насилие, алкоголизм, наркотики, злоупотребление наркотиками, насилие над детьми и так далее, и так далее, и так далее. И бедность наследуется. Что еще более важно во всей этой истории, это то, что, собственно, я в Фейсбуке публиковал, давайте повторю, были исследования, которые показывают, что вот там, по-моему, там было 100 семей, за которыми наблюдали довольно, исследователи наблюдали довольно долгое время. 100 очень-очень бедных семей с детьми. Они за ними наблюдали и выяснили, что 30% этих детей, которые родились в бедных семьях, где были проблемы с алкоголем, с насилием, ранней смертностью, с криминалом и так далее, и так далее, 30% этих детей выбрались из бедности. Они не стали Илонами Масками, не зарабатывали миллиарды денег, но из вот этой чудовищной нищеты они выбрались. Они работали, учились, чего-то добились в своей жизни. 70% не выбрались. 70% продолжили алкоголизм, домашнее насилие, нищету, наркотики и все это остальное. Я вам здесь привожу цифры на 2015 и на 2017 год. В 2015 году 62 человека в мире, самых богатых, 62 самых богатых человека в мире владели таким же количеством капиталов, как и 3,5 миллиарда человек, как 50% всех остальных людей в мире. В 2017 этих людей было 8. 8 самых богатых людей владели таким же количеством денег, таким же количеством капитала, которым владеет 3,5 миллиарда человек. По данным исследовательства Oxfam. Это к вопросу о том, что неравенство растет, и неравенство мы можем в некотором смысле уже смотреть не по странам, а, наверное, имеет смысл его уже смотреть глобально, потому что эти 8 человек, эти 62 самых богатых человек в мире, они не граждане США, они граждане мира. Они хранят свои деньги плюс-минус везде. Еще одна вещь, которая имеет отношение к неравенству, выглядит следующим образом. Неравенство разрушает социальные лифты. Какими бы замечательными, какими бы талантливыми, какими бы клевыми вы не были, и социальные лифты разрушены, ничего не будет. Я вам здесь привожу график. И его, так, год, или прошлый год, или позапрошлый год, нигде не написано, не написано. Но вы можете его погуглить, вот, why there are no more Van Gogh, North Eastern. В общем, короче, вот по этим ключевым циферкам можете погуглить. Что это за график? Этот график показывает нам буквально следующее. Внизу у нас есть зелененькие. Это художники, которые начинали, ну, первые свои выставки делали в галереях, которые считаются не очень престижными. Для, ну, в недорогих галереях, для не очень богатых. А фиолетовенькие, да, верхние, это те, которые сразу начинали выставляться в престижных модных заведениях, модных галереях. Посмотрите, пожалуйста, сколько художников из зеленого. То есть, ну, знаете, как вот говорят, что вот если ты будешь много работать, настоящий талант пробьется, тыр-тыр-тыр-тыр, вот это вот все. Как много зеленых художников добились успеха? Художники, то, high final престиж, да. Как много тех, кто начинали в хороших галереях, не добились успеха? Стартовые позиции имеют значение. Старт. Если вы начинаете, грубо говоря, как художник в плохой галерее, скорее всего, на 72,6% вы не добьетесь ничего. Если вы начинаете, вы плохой художник, и вы начинаете в хорошей галерее, шансов, что вы добьетесь успеха больше на 58,6%, чем, ну, вы понимаете. Высокий уровень неравенства порождает, он ломает социальные лифты. Вне зависимости от того, это, как бы это объяснить. В общем, это вот такая штука. Там еще был один пример, но я не буду. У нас время же, по-моему, да, уже потихонечку подходит к концу. Осталось 12 минут. Понятно, да, с предыдущим совсем. Плюсики, минусики. Вопросы есть какие-нибудь? Мария, вам... Как победить неравенство? Мария вроде понимает все, да. Еще одна вещь. Есть такая книга Роберта Фрэнка «Успех и удача». Я вам на нее здесь ссылаюсь. Хорошая книга, если будет желание и время, прочитайте. Он там проговаривает вот какую мысль. Он проговаривает, значит, смотрите, есть два типа рынков. Вообще, в большинстве случаев большинство рынков представляют из себя такое устройство, в котором 100% заработать 100% прибыли невозможно. В большинстве случаев максимум, на что вы можете рассчитывать, это 70% прибыль. Это работает на самом деле, это такой, как правило, пара это 20 на 80. Ну, плюс-минус, да, 70-80% это вот предел заработка на любом рынке. Имейте это в виду. Я всегда на это смотрю и с точки зрения, например, продуктивности, с точки зрения, например, производительности. То есть, опять-таки, даже если ты создашь самый красивый логотип, даже если ты создашь самый красивый, не знаю, там, плакат, его максимальная работоспособность будет 80%. Это прямо, ну, все, выше, это прямо, это гениально. Вот это гениально, оно на 80% сработает. На 100% не сработает никогда. Но есть рынки, на которых победитель, то, что называется 100%, где победитель получает все. Такие, есть специальное название, я его благополучно забыл. Это, например, рынки найма. Когда вы нанимаете, когда вы соискатель, когда вы идете устраиваться на работу, вы оказываетесь в ситуации, где было там 100 участников, да, 100 человек ищут работу, 200 человек ищут работу, но наймут только одного. Это рынок, где победитель получает все. И вот, собственно, Роберт Франк, он экономист, математик, он вывел буквально следующую штуку. Он сказал, если вы, то есть понятно, что чем выше, опять-таки, смотрите, мы с вами живем в глобальном мире, по большому счету, вы сегодня можете претендовать на место, ну, в любой стране, на место, рабочее место в любой стране. Если у вас есть английский, например, да, то вы, в принципе, можете устроиться куда угодно на работу. Вот Роберт Франк показывает буквально следующее. Он говорит о том, что на рынках, которые выглядят, где вот на рынках, где победитель получает все, даже там 0,001% удачи все равно важнее, все равно как-то имеет значение для того, чтобы там выиграть. То есть на этих рынках, где, ну, представляете себе, да, что вы приходите устраиваться на работу, и там 100 человек. Из этих 100 человек понятно, там, условно, 50 будут некомпетентными, 40 будут среднего, да, 10 будут очень компетентными. Значит, вы оказываетесь вот этих вот 10, которые очень компетентные. Все 10 очень компетентных специалистов. Кому из них повезет, это, собственно, и есть вопрос, который занимает. Вот этому везунчику, да, человек, у которого есть удача, которому фартит по жизни, да, и так далее, и так далее, и так далее. Он, собственно, и берет главный приз. Удача имеет значение. Особенно, когда у нас с вами вот эти рынки, где победитель получает все, а это рынки высокого неравенства. Опять-таки, возвращаемся к истории с богатой наследницей. Опять-таки, богатые наследницы – это не ходовой товар. Их нельзя купить по акции. Богатые наследницы – редки. И, соответственно, если, грубо говоря, совсем грубо, да, если мы исходим из мысли, что это единственный способ продвинуться по социальной лестнице, выйти замуж по расчету, то, соответственно, повезет только одному человеку, а не всем сразу. Все сразу замуж по расчету не выйдут. Вот, это имеет значение. Удача тоже в данной ситуации имеет значение. Держите это в голове. У нас осталось с вами 10 минут. Я хочу с вами немножко поговорить. Давайте голосом поговорим. Обсудим с вами 60-е, 80-е, 90-е с точки зрения нашей У-образной кривой. Помните, у нас есть 50-е, 60-е, 70-е. Славное 30-летие. Очень низкий уровень неравенства. Очень, значит, большие надежды. Война закончилась. Дальше будет только мир. Мы скоро все полетим в сторону Юпитера. А роботы будут делать за нас всю работу. Вы, дизайнер, скажите мне, пожалуйста, почему в 60-е годы в моду входит типаж девочки-твиги? Александр, молчать. Знаете ли вы правильный ответ? Мне бы еще раз вопрос повторить. Я про это пропадаю, да? Ну, время от времени. Насколько сильно. Смотрите, в 60-е годы, хорошо, если вы вспомните, например, ну, я не знаю, насколько вы хорошо помните, Нилук Диоровский, 50-х годов. Вы помните, да, что такое Нилук? Это достаточно объемная пышная грудь, это пышные бедра, узкая талия. Это в некотором смысле богатая женщина, богатая, вот у нее формы, а у нее женские формы ярко выражены. А в 60-е годы у нас в моду входит девочка-подросток, образ девочки-подростка, который репрезентует непосредственно Твиги, но, в общем, как бы девочки-подростки, вот эта маленькая мальчишеская стрижка, практически отсутствует грудь, худоба и так далее, так далее, так далее. Почему в этот момент входит... Александр поднял руку, давайте, Александр. У меня только мнение на этот счет есть, что, по-моему, мы даже это говорили, что они работать начинают просто. Женщины. Женщины начинают работать, с этим связано. И пышная вот эта вот история из моды выходит просто потому, что, ну, еще фотография, по-моему, появляется, и, в общем, женщины не видят себя со стороны, когда заказывают эти себе пышные платья, когда, короче, они могут там, типа, посмотреть на фотографиях, как она на самом деле будет смотреться на себя. Александр, Александр, не закапывайте себя. Фотография появляется в 1800... Не, ну там, короче, модная модная... В 48-м году. Да. Это мы говорили с вами про 20-е годы, а здесь 60-е. Все, я ушел, я молчу. Да. Ну, никто не знает, почему в 60-е годы у нас появляется такой образ. Ладно. Нет, не феминизм, нет. Это первое поколение, которое не знало голода. У вас перед этим Первая мировая война, Великая американская депрессия и Вторая мировая война. Люди голодали. А потом они вернулись с войны, в 50-х годах у них появляются первые дети, и к 68-му году, да, к 60-м годам эти дети вырастают, они не знают голода, и для них худоба – это не болезненно. Для них худоба – это как раз, наоборот, здоровый внешний вид. Ну, так просто. Это мы возвращаемся с вами к самому началу. Базис и надстройка. Какая у вас экономическая ситуация, такая у вас культурная жизнь. Это выражается в том, как выглядит человеческое тело, что считается сексуальным, что считается несексуальным. В том, как выглядит одежда, в том, во что вкладываются, да, там, не знаю, в какую оперу, в какую рок-музыку, в какую, в какую, в какие художественные галереи вкладываются, и так далее, и так далее, и так далее. 80-е годы. Посмотрите, пожалуйста, значит, у вас, я буду много говорить о сериале «Династия», это, я уже говорю, это сериал «Династия». Значит, если вы когда-нибудь опять захотите посмотреть, скажем так, составить мнение о том, как выглядели 80-е, я вам рекомендую посмотреть «Династию». «Династия» началась в 80-м и закончилась в 89-м году. Это сериал, который сформировал 80-е. Одежда, внешний вид, значит, вот это вот в определенной степени манера поведения, так далее, так далее, так далее. Это все было взято из «Династии». «Династия» — это первоисточник 80-х, просто имейте это в виду. Это довольно крышовый сериал, довольно такой, то есть он двигается, как любые плохие сериалы, потому что вот у нас, значит, 20 лет назад украли сына, вот он вернулся. А потом я улетаю в Итарию, втайне от тебя родила дочь, и вот это наша дочь. Вот целый сезон про то, как к нам вернулась дочь. Потом дочь пропала, значит, вместо нее, там, не знаю, консистра из тюрьмы вышла, и так далее, так далее, так далее. В любом случае, посмотрите, пожалуйста, на этих людей. Вы помните 80-е, если вы их когда-нибудь смотрели, изучали, вы помните, что это довольно чудовищная эпоха с визуальной точки зрения. Она страшная так-то вообще-то. Так, интернет работает? У меня пишут, что connection... Ага. Посмотрите, пожалуйста, на... Ага. Посмотрите, пожалуйста, на фотографию. Скажите мне, почему эти люди так выглядят? Та же самая история. С экономической точки зрения. Работайте. Включайте голову. Думайте. За вас думать никто не будет. Я это все знаю. Ну, они выглядят роскошно. Хорошо. Не алиповата, нет? Не чересчур? Не... Ну, алиповата. Это... На нем для восьмидесятых. На нем для роскоши и отовсюду. Я вот это имела в виду. А почему? В общем, вы правильно отвечаете. Теперь ответьте, почему они так выглядят? Почему вот эта роскошь отовсюду? Согневательность? Конкуренция за внимание? Попытки подражать переработкой высшего класса? Давайте повторим лекцию еще раз. С 50-х по 70-е у нас с вами был очень высокий налог на доход с капитала. Очень высокий. Любая попытка купить бриллиант оборачивалась слезами и разорением. К 80-м годам у вас появляется возможность покупать товары роскоши и всячески их демонстрировать. Но за 30 лет, за гораздо большее время, потому что у вас Первая мировая война, Великая американская депрессия, Вторая мировая война, люди вообще-то забыли, как выглядит роскошь. Они не помнят, как ее демонстрировать. Если вы будете изучать, мы на одной из следующих лекций немножко об этом тоже поговорим. Костюмы для телесериала «Династия» делал человек, который одевал Джоан Кроуфорд в свое время. Джоан Кроуфорд была как раз именно человеком, который на рубеже 30-х, то есть когда закончилась Великая американская депрессия и еще не началась война, был короткий период такой подъема. Джоан Кроуфорд, у нее были там ее вот эти самые главные роли. У нее был очень специфический внешний вид, 40-е, это такие очень широкие плечи, большие шубы тяжелые, такие, значит, тоже бриллианты. Она всегда в большинстве случаев... Я очень вам рекомендую посмотреть «Милград Пирс». Я все время, когда мне хочется отдохнуть и снять тревожность, я смотрю. Это наивное, но чудесное совершенно кино с, опять-таки, с этими прекрасными шубами. Ты просто... Он начинается с того, что женщина... Еще раз, я не знаю, если у вас был когда-нибудь опыт ношения на руковой шубы или вообще любой какой-нибудь шубы, представьте себе, что вы в шубе идете по пирсу, значит, от которого поднимается вот так вот верх пар. А она, значит, у нее лицо немножко так это... капельками воды покрыто. И она в этой шубе, значит, стоит на пирсе, на соленом там... И, значит, такая... и шутерман занимается своими делами. Это очень смешно. Мокрая соленая шуба – это вот прям то, что... Короче, человек, который был... придумывал костюмы для телесериала «Династия», в свое время одевал Джоан Кроуфорд. И, собственно, весь стиль 80-х вышел из гардероба одного конкретного человека – Джоан Кроуфорд. Погуглите, кто такая Джоан Кроуфорд, посмотрите фильмы с ней, они классные, они такие... Она все время играет женщину, которая добилась всего сама. Она такая рабочая лошадь, много работала и много всего добилась. Очень клевая. Особенно ранней ее работы. В общем, 80-е годы – это момент, когда люди не знают, как выглядит роскошь, они не понимают, как ее демонстрировать, они вот все в стразиках, все в перьях и всего побольше. Ламе, опять-таки, вот это вот все. И так далее, так далее, так далее. И 90-е. В 90-е годы у нас с вами появляются... Они появляются в 80-е, но в 90-е уже вырабатывается дресс-код, вырабатывается история, как выглядеть. У нас появляется категория людей, которых называют ЯПи. Помните, кто такие ЯПи? Не помните? Точно так же рекомендация. Если есть желание и возможность, прочитайте роман Элиса Бреттона Элиса «Американский психопат». Я не могу вам его рекомендовать, потому что он страшноватый. Там местами физиология такая, что... Но я его читал несколько раз. Это один из величайших романов 20-го века. Это очень крутая книга. Если нет возможности прочитать «Американского психопата», посмотреть. Фильм похуже, но тоже хороший. Это как раз репрезентация вот этой всей истории про ЯПи. ЯПи – это наши топ-менеджеры. Это те самые мальчики, которые отучились в институтах, мальчики и девочки, которые отучились в институтах. У меня опять сигнал о том, что connection is not стабильный. Ну, голос нормальный, а вот видео ваше повисло. Так что плевать. Да, видео зависло. А, нет, уже ловно. Не так уж, как-то я зависну как-нибудь в красивой позе. Значит, все и будет хорошо. Значит, 90-е годы ЯПи. Люди, которые в 25 лет заработали свои первые миллионы. Очень-очень быстро, ни на чем пошли на биржу. Опять-таки, с 10 долларами вернулись, с несколькими миллиардами. До этого момента, там еще важно понимать, что ЯПи – это поколение людей, которые родились вообще-то у хиппи. Хиппи поехали на Вудсток. Значит, обожались кислоты, обслушались Джонис Джоплин, зачали детей. Эти дети родились в этих вот, собственно, лагерях, в коммунах и так далее. И они страшно ненавидели своих родителей. Это последнее поколение, которое боролось со своими отцами, которые сказали, мы никогда не будем жить так, как наши родители. Никаких лагерей, никакой вот этой свободной любви, никаких вот этих вот, вот этого вот всего небритых подмышек. Нет-нет-нет, только-только-вот, только вперед. Они отучились в университет, они поступили на работу в эти банки, престижные компании, финансовые институции и так далее, и так далее. Стали вырабатывать свой собственный дресс-код, свой собственный внешний вид. Под воздействием ЯПи у нас в 90-е появляется логомания. Как показать, что ты много зарабатываешь? Для них очень важно было показать, что они много зарабатывают. Опять-таки, посмотрите «Американского психопата» там, или прочитайте, что я вам советую больше. Да, вот эта вот история с визитками, это именно оно и есть. У тебя должен быть костюм, и они различают оттенки шерсти, блеск, значит, на сгибе, дорогая это шерсть или недорогая это шерсть. Они вводят вот эту всю историю с логоманией. Они делают, например, Джорджо Армани великим дизайнером. До этого Джорджо Армани был просто дизайнером, а они сделали из него великого дизайнера, потому что, значит, они его покупали. Итальянские костюмы, мягкое неанглийское плечо, значит, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. С одной стороны. С другой стороны, эти же самые япи были теми людьми, которые продвинули феминизм на довольно высокий уровень, потому что япи — это не только мужчины, япи — это еще и женщины, которые точно так же работают юристами, которые хотят добиваться успеха, которые хотят, значит, зарабатывать много денег, и их мало волнует. Они, значит, они могут работать наравне с мужчинами, они разрабатывают свой собственный дресс-код. Вот этот вот, опять-таки, широкие плечи в 80-е, которые появляются, которые в женском костюме и репрезентуют образ, то, что называется, армор, доспехи. Это все тоже имеет отношение к япи. Это вам, вот, как бы, давайте в этом месте закончим, потому что, на самом деле, всех троих я могу разговаривать довольно долго. Мне, как бы, история костюма и история всех этих ребят очень нравится. Это три примера того, как экономическая ситуация, в зависимости от того, опять-таки, какая она, влияет на то, как люди выглядят, как люди потребляют, что люди считают модным, что люди считают немодным. Опять-таки, наше общество состоит из людей, а не из предметов. Вот, и так далее, и так далее, и так далее. В этом месте мы с вами закончим нашу невероятную лекцию и вообще весь пак по экономике. Следующий у нас уже начинается про секс, про экономику. Давайте уже поговорим про что-нибудь интересное. А вот это вот все нахер. Вот. Это был как-то тизер. Вот. Есть ли какие-нибудь вопросы? Вот. На Диане Дамрау остановимся. Что-то есть непонятное. Где-то есть вещь, которую я упустил, потому что у меня-то внутри все картинка цельная, а я могу какую-то мысль пропустить. И вы можете не увидеть связи между какими-то стойками. Давайте восстановим. Может быть, я что-то не договорил вам. Как сказать? В принципе, про неравенство мы поняли. Про его источники, про то, как оно разрывалось. Ну, я не знаю, про ЗССР могу еще наговорить. Как капитал накапливался, и вот это все. А что непонятно? Нет, дальше, как вот неравенство сказалось на визуальных кодах, чуть-чуть понятно, но, как бы, мне кажется, мы все тут затупили. Это ок. Вот. Наверное, все. Это не только история про визуальные коды. Ну, по большому счету, это не про визуальные коды. Это история про все-таки вот про базис надстройку. Потому что, еще раз, это всегда очень большие и сложные явления. Я показал только три маленьких вещи. Каждую из этих вещей можно развивать и развивать и развивать. Люди тома написали про 60-е, 70-е, 80-е, 90-е. Кто как выглядел, почему это все. Я пытаюсь вам эту штуку немножко показать. Если вам будет интересно, посмотрите на это внимательнее. Если не будет интересно, мне кажется, что это интересно. Всегда интересно. Я всегда исхожу из следующей мысли. Между двумя точками самое короткое расстояние выглядит как прямое. Если вы между двумя точками, 60-ми и 90-ми, проложите линию, вы вполне можете проложить ее и дальше, и посмотреть, что будет в будущем. Если вы понимаете, где эта точка в 90-х, если вы понимаете, где эта точка в 60-х, можете спрогнозировать, что будет в 20-е, 30-е, не знаю, в 50-е годах 21-го столетия. Не со стопроцентной уверенностью. Но вся история про моду, которая возвращается каждые 20 лет, грубо говоря, если вы хотите сегодня, как костюмный дизайнер, как дизайнер одежды добиться успеха, вам имеет смысл посмотреть сериал «Династия», потому что 80-е годы, они у нас с вами вокруг. Если вы хотите в будущее, вам имеет смысл посмотреть, что происходило в 90-е, потому что вырастет поколение, для которых 90-е или нулевые было детством, для которых в этих местах остались какие-то точки, на которые они завязаны. И этому поколению, скорее всего, вы и будете что-то продавать. Если вы знаете их визуальные коды, а их визуальные коды можно опознать только по каким-то артефактам, тогда вы понимаете, как с ними работать. Но еще одна вещь. Я указываю вам, что эти визуальные коды рождаются не на пустом месте, они рождаются от той экономической ситуации, которая в тот момент существовала. Это тоже имеет смысл учитывать. Можно не учитывать. Вы можете не знать, кто такие Япи, почему так получилось, что произошло, какое-то поколение, где они учились, чему они учились. Но можете просто узнать, что они любили костюмы Армании, и все, к примеру. И, соответственно, через операцию что-то с этим Армани может случиться. А может не с Арманей случиться, а может случиться с каким-то другим итальянским дизайнером, который введет в моду серый и мягкое плечо, к примеру. Эстетику 40-х годов. То есть просто умение, знание вот этих. Не просто коды как таковые, коды и коды, референсы и референсы. Но когда вы понимаете, на чем эти референсы выросли, мне кажется, это интереснее, чем просто собрать какую-то доску с картинками и сказать, вот. Пропал интернет. Кто не отметился, отметьтесь, пожалуйста, в чате. Появился Иннет. Появился. Но мы услышали, что это намного больше, чем визуальные коды. Надо будет обдумать. Это будет полезно. У нас в четвертом модуле будет проект, по-моему, в четвертом, где нужно будет изучить целевую аудиторию свою. Я думаю, что это будет актуально для этого. Ну, что это? Так, у нас проблемы с интернетом? Да, подвисывает. Не услышала ваш вопрос или что вы хотели? Кто сейчас говорил, что в четвертом модуле будет проект? Я говорила. А вы с чего начали, простите? Просто у меня так, я сказал, все, кто не отметились в чате, отметьтесь в чате. Потом, у нас в четвертом модуле будет проект, это будет полезно. Я такой, что это полезно? То, о чем вы сейчас говорили. Хорошо. Мы сформулируем сейчас, я подумаю. Про предсказание трендов для аудитории. Да, да, и вообще про изучение аудитории. Потому что у нас это будет. То есть нам нужно будет разработать проект с оборой на сливовую аудиторию свою. Ну, как-то дерзайте. Вперед. Давайте я еще раз этот вопрос задам. А вообще вот в паке по экономике все понятно? Во всем вот этом вот четыре лекции по экономике. Я еще раз, мы будем к этим вещам возвращаться. На следующем занятии будем говорить про добавленную стоимость в психоанализе, потому что она там будет. Теория прибавочной стоимости в психоанализе присутствует. Я это все проговорил, а мне нужно, чтобы вы уже не объясняли эту историю снова. Я так в двух словах кратко напомню и все. В остальном же все, все, все. Все понятно. В целом, да, если вы будете на это ссылаться периодически, ну, просто упоминать, я думаю, что вспоминаться будет. Ну, хорошо. Тогда все, всем спасибо. Так, мы следующий вторник отдыхаем. Почему? Какой-то 8 марта наступает у нас, нет? Это через неделю. А, следующая лекция у нас по плану, да? А давайте игнорировать гендерные праздники. Я давно. Вообще легко быть проблемным. Я с удовольствием. Меня вот поздравили с 23 февраля, я спросил, что? С праздником, я сказал, с каким? С праздником пойдете в войну, прям сейчас. Да, тут мне нехвалная жизнь. Так, хорошая жизнь. Все, так, спасибо. Как это? До следующей недели. До свидания. Я уже буду в Москве, с интернетом проблем не будет. А может мы оффлайн перейдем, пожалуйста? Давайте. Как-то снимем ресторан и будем каждую неделю смирнуться. Ну, мы можем проголосить в группе. Вот, чтобы не получилось так, что я предложил, а ребята мне возненавидели. Там же это человек, по-моему. Нет? Извините, опять перебила вас. Я к тому, что Екатерина-то у нас, например, в этом, как его... Екатерина, вы где у нас? В Ростове? Я? Нет, нет, нет. Это я ездила домой, вот, на прошлой неделе. Сейчас я в Москве. А, все, окей. Ну, мне кажется, может быть, не очень удобно из-за того, что первая лекция онлайн, а на вторую ехать. И, в общем, не очень удобно будет... Можем, короче, проголосить, чтобы не получилось действительно так, что я сейчас сбросил. Да. Нет, там уже история такая, что даже если вы проголосуете, это же все равно нужно будет как-то с вышкой это все дело обговаривать. Насколько я понимаю, вышка... Ну, я у них спрашивал. То есть я-то, как бы, изначально у меня была договоренность такая, что у меня лекции будут оффлайн. Вот. Вышка сказала, нет. Мы можем голосовать сколько угодно, у нас не демократия. Вы знаете, кого ответ. Ну, слушайте, а мы, на самом деле, сейчас по креативному проектированию встречаемся оффлайн. Может... Хотя, ладно, все. Не туда уже разговор зашел. Саремба. Очень клево было. Спасибо. 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 Спасибо.